доброго времени суток с вами дмитрий куликов и сегодня мы поговорим про изометрию в адоп иллюстратор и ее возможности интернете можно часто увидеть различные интересные работы с использованием изометрических форм но для большинства людей эти работы остаются просто рисунками и весь огромный потенциал работ остается позади программа адоп иллюстратор дает новые возможности для изометрий и сейчас я приведу вам несколько примеров на основе работы которую выполнил совсем недавно готовая работа выглядит так и на первый взгляд похоже просто на детский рисунок который никак не ассоциируется с готовым продуктом программе же мы видим что данный рисунок не имеет границ и может иметь продолжение сейчас я включу свои с направляющими линиями по которым строилась геометрические пропорции наш рисунок перестает иметь детский характер и безобидность также мы можем поиграться со слоями и увидеть этапы строительства от задумки до конечной работы но даже узнав все тонкости работы в адоп иллюстратор у нас остается вопрос где и как мы можем применять наши работы так как моя работа является некой рекламой венеции то разумнее всего используйте в туристическом агентстве самый простой и распространенный способ это типография мы можем заняться печатной продукции создавая блокноты и визитки также мы можем создать плакат в рамке и повесить его в офисе на самом видном месте возле специалиста но мы не станем довольствоваться малым и будем использовать весь потенциал по полной мы можем перенести наш проект из адоп иллюстратор в программу адоп автор эффект и создать красочную анимацию а точнее ролик в котором мы можем добавить людей в движении и анимации для наших объектов в ролике будет эффектно появляться надпись и флаг за столами будут сидеть люди между столов ходить официанты а снизу по течению будут плыть гондола сам же ролик можно использовать для рекламных целей в интернете размещая его на ресурсах связанных с туризмом следующий возможный способ применения нашей работы создание интерактивного сайта либо мобильного приложения так как наша работа выполнена векторе то изображение можно увеличивать до бесконечности давайте представим себе такой сайт изначально изображение находится в статике сверху же расположены три заглавные кнопки меню потенциальный клиент нажимает на первую кнопку рестораны изображение увеличивается в сторону столиков на котором появляется анимация людей официантов кликнув на любую часть анимации клиент переходит на полный список лучших ресторанов нажимая на вторую заглавную кнопку отеля изображение приближается к зданию с черепицей на котором будет видна вывеска отель из окон будет выглядывать анимация людей которые машут нашему посетителю кликая на любую часть анимации клиент переходит на полный список отелей как видим конечный результат сайта целиком зависит только от нашей фантазии и от потребности нашего заказчика для тех кто не хочет останавливаться на полиграфии motion дизайне создание интерактивных сайтов может подпробовать себя в создании целых изометрических миров в игровой индустрии масштаб которых ничем не ограничен заключение хочу сказать что способов и вариантов применения изометрии в разы больше и как вы могли заметить одной программы adobe illustrator она вовсе не ограничивается я же попытался расширить рамки восприятия изометрии векторной графики а на этом все с вами был дмитрий куликов до новых выпусков субтитры создавал DimaTorzok